Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба». В телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Стоп-наркотик. 6 килограмм гашиша стало добычей полицейских при проведении очередного ОПМ. Всевидищее око. Более 140 преступлений раскрыто системами наблюдения ЦОУ. А теперь об этом и другом более подробнее. Осень – период сбора урожая и заготовок на зиму. Почти 6 килограмм гашиша пытался провести на своем авто 53-летний талдыкурганец. Криминальный груз был выявлен с помощью служебной собаки, которая четко показала, что где лежит. Операцию по задержанию проводили сотрудники УБН Департамента полиции Алматинской области. Автомобиль наркокурьера был остановлен на автодороге Алматы-Оськимент. В автомобиле Тойота Камри под обшивкой дверей были обнаружены тугие свертки, в которых предположительно находится наркотическое вещество, что и подтвердила экспертиза. Водитель пытался провести таким образом без малого 6 килограмм гашиша. Кроме того, из кармана брюк задержанного стражи порядка в присутствии понятых извлекли аналогичное вещество, подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК Республики Казахстан водворен в изолятор временного содержания. Данный факт расследуется по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Любители легких наркотиков не только незаконно приобретают и пытаются провести наркотические средства, но и сами выращивают каннабис на своих приусадебных участках. Очередного мичуринца задержали с поличным. 21 куст любовно выращиваемого каннабиса на приусадебном участке подозреваемого изъяли стражи порядка. Хозяин усадьбы, 57-летний мужчина, ранее уже привлекался к ответственности за хранение и употребление наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 300 части 1 Уголовного кодекса Республики. В рамках начатого досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы. С начала года в Алматинской области выявлено 464 уголовных правонарушений, в том числе 364 наркопроступка и 100 наркопреступлений. Из-за большого количества транспортных средств улицы Талдыкургана превратились в одну большую парковку. Причем не всегда правильную. Полицейские решили призвать к порядку водительский состав и провели специальное профилактическое мероприятие. В этих целях выделены десятки экипажей, которыми выявляются водители, которые паркуются в неустановленных местах под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», что создает помехи, мешая движению как транспорта, так и пешеходов. Итог акции поспособствует искоренению стихийных автомобильных стоянок. Кроме того, в проведении локальных рейдов полицейские используют сигналы от неравнодушных граждан, которые сообщают о местах с непростой дорожной обстановкой. В рамках целенаправленных отработок попутно фиксировались и другие грубые нарушения ПДД. За три дня в общей сложности в страже порядка выявили 281 правонарушение, в том числе за нарушение правил стоянки оформлено 42 административных протокола, за нарушение правил знаков и разметки – 30, управление транспортным средством без документов – 13, нарушение правил проезда перекрестков – 15 и нарушение правил пользования осветительными приборами – 11. 15 автомобилей выдворены на штрафную стоянку. Не остались без внимания пешеходы, нарушающие уличное движение. Таких нарушителей оказалось 44. К каждому из них были приняты меры административного воздействия. Страдают автомобили и от набегов воришек, которые хватают все, что попадается под руку. Похищают не только ценные вещи и запчасти, но и государственные номерные знаки. В полицию обратился житель города, который сообщил о пропаже номерных знаков с авто. Проведя оперативные мероприятия и посмотрев видео с одной из камер наблюдения, сыщики установили и задержали подозреваемого. Со слов задержанного, 28-летнего жителя Талдыкургана, он не знает, зачем и с какой целью совершил кражу, так как был в состоянии алкогольного отменения. Снятые номера он принес к себе домой в квартиру, где их и нашли полицейские. Снятые номера возвращены законному владельцу, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Более 140 преступлений раскрыто стражами порядка при помощи камер внешнего видеонаблюдения. 1200 камер, установленных в Алматинской области, ежесекундно держат под наблюдением все общественные места и закоулки. В Талдыкургане на сегодня функционирует около 900 камер наружного наблюдения. Следят за мониторами и преступностью сотрудники Центра оперативного управления полиции. Установленные практически во всех районах областного центра камеры наблюдения стали мощным подспорьем для полицейских в борьбе с преступностью и правонарушениями. В Центре видеонаблюдения Талдыкургана каждый день приступают к работе инспекторы, которые в течение суток находятся здесь. Через рацию они передают все административные нарушения, совершенные в областном центре, в участковую и дорожную полицию. В раскрытии преступления роль камер значительная. Записи с камер видеонаблюдения используются как для раскрытия преступлений по горячим следам, так и в качестве доказательной базы в суде. С начала года по ним привлечены к административной ответственности более 11 тысяч человек. В связи с увеличением камер видеонаблюдения на территорию голода повысилась раскрываемость преступлений и административных правонарушений. Камеры у нас в данное время расположены в труднодоступных местах, дачных массивах, куда ежедневно не могут направляться комплексы силы полиции, полицейские. Мы с помощью камер можем осуществлять видеоконтроль и видеонаблюдение и в свое время направлять комплексы силы полиции для в свое время реагирования на все виды правонарушений. В этом году планируется установка еще 250 камер Центра оперативного управления. Они будут установлены по городу Текили, в Панфиловском и Карасайском районах. А вот и еще один из примеров оперативного раскрытия преступления при помощи камер. В дежурную часть полиции обратился священнослужитель мечети с заявлением о краже цветов. Прибывшие на место происшествия оперативники, произведя необходимые первоначальные следственные действия, нашли и просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения. Участковый инспектор быстро установил и задержал подозреваемую, оказавшуюся 43-летней жительницей одного из микрорайонов города. Изъятые цветы возвращены обратно в мечеть. Со слов задержанной она испытывает слабость к цветам и поэтому украла так понравившиеся ей цветы вместе с горшком. Ранее конфликтов с законом женщина не имела. Тем не менее, ей предстоит ответить по всей строгости закона. Полицейские Алматинской области нашли и вернули 6 голов мелкого рогатого скота четверым потерпевшим в Кирбулахском районе. 3 сентября в полицию обратились двое жителей села Сарыбастау с заявлением о краже 4 голов овец и коз. Проведя ряд поисковых мероприятий, полицейским удалось в течение суток установить и задержать 23-летнего местного жителя, который показал места, куда он продал похищенный скот. Благодаря его признательным показаниям удалось выявить еще два эпизода краж, где у двух хозяев было украдено по одной овце. С заявлением они не обращались и были приятно удивлены, что полицейские нашли незаявленную пропагу. Все 6 голов овец и коз были изъяты и возвращены законным владельцам. Со слов подозреваемого, когда ему нужны были деньги, он воровал барашка и жильем продавал. Подозреваемый во дворем ВВС в соответствии со статьей 128 УПК РК. Потерпевшие от души поблагодарили полицейских за то, что они прервали образовавшуюся серию краж и возместили ущерб. Бизнес за решеткой. Предприниматели Алматинской области создают рабочие места в исправительных учреждениях. На сегодняшний день в тюрьмах функционирует 25 объектов. Благодаря их работе трудоустроено порядка 350 человек. Ежегодно в стенах исправительных учреждений проводятся дни открытых дверей. Это отличный шанс увидеть, как содержатся заключенные, а вместе с тем узнать, чем они занимаются. Не так давно, благодаря предприимчивым бизнесменам региона, на территории колонии ЛА-155-14 появился мясообрабатывающий комбинат. Здесь выпускается порядка 10 наименований товара. Это колбасы, сосиски, тетели и многое другое. За свой труд заключенные ежемесячно получают минимальную заработную плату. Всего на территории Алматинской области бизнесменами создано 25 предприятий. В них трудятся 350 заключенных. Сфера деятельности осужденных, начиная от швейного производства, камнеобработка, металлообработка, изготовления бетонных изделий, фермы, конструкции. На сегодняшний день у нас пришли предприниматели, которые поставляют свою продукцию в мусорные баки, выиграли тендеры, на Астану поставляют, современное оборудование завезли, раскрой металла, лазерный раскрой, свое оборудование завозят. Для открытия своего дела на территории тюрьмы Департамент уголовно-исполнительной системы региона готов оказать предпринимателям необходимую поддержку. На сегодняшний день в Алматинской области в местах лишения свободы отбывает наказание свыше 3000 заключенных. Более 70% из них задействованы в исправительных работах. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Ну а если вы стали очевидцем правонарушения либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.